Мирное решение средств для Сарксяна это отставка вообще на самом деле. И не только своя. И в свой режим упирать целый народ. Становиться плотиной для этой воды. И в конце концов эта вода снесет эту плотину. Не надо этого делать ни в коем случае. И вот тут пишут в некоторых твиттерах, что армянский Майдан дал отпор полицейским и русским спецназовцам. Ну видео я посмотрел, я отчет русских спецназов. Ну как ты их там опознаешь? Ночью. Как в том анекдоте про картину. Ночью и негрый уголь воруют. Тут наверное трудно опознать, когда все в черном, в каких-то масках, касках. Я тем более не думаю, что там российский спецназ принимает участие. Потому что если те, кто там находится на российской базе, в Гюмри, я не знаю где еще, будут изобличены в том, что они принимают участие в подавлении выступления армянской оппозиции. Ну я не представляю, во что это может выльется дальше. Поэтому как-то вот надо больше информации по этому поводу. Но если армянская власть будет опираться на российскую силу, это полный идиотизм. Вот это то, что Сарксян делать вообще не должен ни при каких обстоятельствах. Потому что, ну, тогда уже будет совсем другой разговор с ним. То есть если сейчас можно решить мирным путем, если он будет чудить немножко, дальше может быть нельзя будет решить мирным путем. Но в любом случае он может избежать ответственности за даже неправильные свои действия. То есть он призовет сторонние силы, он не избежит ответственности, земля будет гореть у него под ногами. Ему не надо этого делать, ни в коем случае не надо. Тут вот некоторые люди, которые только что появились, которые пропустили начало эфира, мы поясняем, ничего не случилось. У нас обычная программа просто... В 21 час не сможем выйти, приняли решение выйти в прямом эфире. Обычно мы делаем записи, выставляем в 21 час. Ну, сейчас решили, что пусть будет чат. Это запись вечернего эфира. Нет, это не запись вечернего эфира, это прямой эфир. Прямой эфир вечернего эфира? Да. Нет, это какого вечернего, да, прямой, уже час. То есть, в общем, все поняли, да, все, сами запутались мы. Сейчас 17 часов 18 минут, начали мы где-то 5 там или сколько минут, 6 в общем-то. В США полицейский выстрелил безоружного афроамериканца. Ну, там да, там что-то продолжается, причем уже все это какую-то принимает форму гротеска. Безоружный афроамериканец, он пытался предотвратить такой несанкционированный уход аутиста из больницы. Этот аутист, ну, совсем такой, то есть, социально неадаптированный. У него машинка какая-то в руках там и так далее. Он, я так понимаю, пытался его направить в эту больницу, ну, что-то пытался сделать. Полицейские неправильно истолковали все это, всех испугались, вытащили оружие. Стали угрожать и тому, и другому. Этот человек, который, Чарльз Кинса, он, значит, лег, показал руки, что у него ничего нет в руках. И стал объяснять, что это вот пациент, что он тут с машинкой. Я думаю, по его внешнему виду очень легко было опознать. Но полицейский выстрелил несколько раз. Слава богу, полицейский косой оказался промахнулся во всех, но вот этому Кинси зарядил в ногу. В общем, странная совершенно ситуация. И очень хорошо, что они плохо стреляют. Нет, если бы они стреляли, хорошо, сейчас минус пациенты и минус вот этот афроамерикан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok